Здарова, ребята! Вы знаете, прошло уже больше двух лет с тех пор, как я опубликовал на этом канале последнее видео из цикла Dendy Memories, в котором рассказывал вам о моих самых любимых играх на Dendy, об историях, которые у меня с ними связаны, о том, как я проходил эти игры, и как они на меня повлияли, чтобы всё понравилось или не понравилось. Я действительно рассказал вам, пожалуй, всё, что хотел на эту тему, и все наиболее интересные, наиболее забавные случаи жизни, которые у меня были в связи с ними. И до тех пор, пока совсем недавно я не опубликовал на канале видео под названием «Забытое мультинг и детство», которое являлось своеобразным ответом проекту моего друга Виктора Карасёва, я вдруг понял, что я затронул этим видео тему, которая для меня не менее значимая, не менее важна, чем тема видеоигр в плане ностальгии, в плане воспоминаний, в плане именно того, как я ознакомился с этой темой. И такие, опять же, случаи, она мне напоминает, не перестаёт напоминать с каждым годом. И учитывая, что в комментариях к этому видео многие из вас мне также писали, что «Пашка, а почему ты не сказал про вот этот мультфильм? Почему ты не сказал про этот? Ведь к нему-же ли ты не помнишь?» Господи, конечно, я помню. Я помню очень много. И мне действительно после этого очень захотелось вам рассказать более подробно о своих самых любимых не видеоиграх, а мультфильмах, которые в детстве для меня доставляли не меньше радости, чем видеоигры. Это те самые мультфильмы, ради которых я бросал все дела, ради которых я упрашивал родителей переключить канал, поскольку телевизор у нас был всего один. И это те самые мультфильмы, о которых я не перестаю вспоминать с большой теплотой. И я подозреваю, что и вы тоже. Поэтому давайте попробуем сегодня начать новую передачу, которая будет называться «Multi-Memories». И в этой программе, в каждом выпуске я попытаюсь рассказать вам о своих самых значимых и любимых мультсериалах из детства. Поэтому устраивайтесь поудобнее. С вами Паша Квиноман. Начинаем! Ну что ж, это первый такой пробный выпуск моих мультсериальных воспоминаний. И, наверное, даже не столько воспоминаний прям, сколько такой рассказ об истории знакомства с тем или иным мультфильмом, который я вам поведаю в каждом выпуске о конкретном мультфильме. Вот. Но по сравнению, например, с проектом «Dandy Memories», я думаю, что «Multi-Memories» будет иметь несколько неплохих и интересных отличий. А каких именно отличий вы узнаете по ходу этого ролика. Так вот, для самого первого выпуска я решил выбрать мультсериал, который, как ни странно, я в детстве смотрел не так уж и много и помню довольно плохо. Но интересно то, что за все 25 лет, с тех пор, как этот мультфильм впервые вышел в эфир на нашем российском телевидении, он для меня стал, безусловно, мультсериалом номер один. Потому что, во-первых, является такой анимационной версией франшизы, которая для меня не менее интересна, не менее важна, чем, например, тот же «Терминатор». Вот жаль, кстати, что про «Терминатора» не было никогда мультфильмов. Вот. Ну и, во-вторых, потому что все это время, ну, по крайней мере, первые лет 15, он казался совершенно забытым, совершенно утерянным. И то, что ты никогда уже, скорее всего, не увидишь. И когда удавалось его вновь отыскивать и вновь смотреть, я просто охреневал, насколько же он круто передает вот этот, во-первых, шарм этой киношной франшизы, и, во-вторых, юмор, и, в-третьих, конечно же, качество анимации. То есть, по всем показателям мультфильм для меня, как никогда, актуален и интересен. Этот мультфильм под названием «The Real Ghostbusters» или, как по-русски, «Настоящие охотники за привидениями». 7 июня 1984 года на мировые экраны выходит фантастическая комедия «Ghostbusters» в российском прокате «Охотники за привидениями» от студии Columbia Pictures и режиссера Айвана Райтмана с участием ведущих звезд американского юмора того времени – Билла Мюррея, Дэна Эйкрейда и Гарольда Рэмиса. Первоначальная идея концепции фильма принадлежит Дэну Эйкрейду, а Гарольд Рэмис выступил также с автором сценария, сюжет которого рассказывал о команде ученых-парапсихологов, вставших на защиту города Нью-Йорка от потусторонних сил. Фильм обладал потрясающими спецэффектами и искрометным юмором, и после премьеры сразу же стал хитом, собрав небывалую кассу, а его запоминающаяся музыкальная композиция «Ghostbusters» с авторством Рэя Паркера-младшего была удостоена премии «Оскар». Два года спустя телевизионное подразделение студии Columbia Pictures Television совместно с Deep Animation запустили в производство мультипликационную версию «Охотников за привидениями», продолжившую сюжет кинофильма. В качестве названия для нового мультсериала к заголовку «Охотники за привидениями» была добавлена приписка «The Real» – «Настоящие». И первый из 13 эпизодов премьерного сезона вышел в эфир 13 сентября 1986 года на телеканале ABC. Впоследствии мультсериал был неоднократно продлен, а начиная с 4 сезона был расширен, и к основным получасовым эпизодам добавились мини-серии про Лизуна, а заглавив само шоу как «Лизун» и «Настоящие охотники за привидениями». В шестом сезоне сериал вернулся к стандартному по серийному формату и продержался в эфире еще 2 года. Последний из 140 эпизодов был показан на канале ABC 5 октября 1991, после чего последовали повторы. Собственно, «Охотники за привидениями» я вообще даже не помню, когда впервые это название появилось в моей жизни. То есть, когда оно уже стало на слуху, я уже знал, что так называется фильм, ну даже два фильма, которые выходили в 80-е годы и являются такой прикольной комедией об ученых парапсихологах, которые гоняются за привидениями по Нью-Йорку. Я точно помню, что на момент, когда я впервые поиграл в игру «Охотники за привидениями» на приставке «Дэнди», ту самую, да, я в тот момент уже точно фильм смотрел, как минимум один. И мультсериал на тот момент по телевидению уже шел. Но на момент, когда впервые выходил мультсериал, скорее всего, я, возможно, ну, не то чтобы прям смотрел этот фильм, но слышал о нем, как минимум от старшего брата, которому на тот момент было 11-12-13 лет, и он интересовался в те времена нехило различными хитовыми фильмами, которые в те времена две раз-таки крутили в видеосалонах и только начинали показывать по ТВ. Вот. Поэтому могу сказать, что ознакомился именно с тем, что из себя представляют «Охотники за привидениями» как франшиза, я именно тогда, когда впервые посмотрел мультсериал «Настоящие охотники за привидениями». Но сам фильм, который я оценил уже много после этого, мне понравился безумно, когда я посмотрел его вот так вот более основательно. Впервые это было на видео году в 90... нет, году в 2000-м, когда мне впервые дали в моей руке огромный видак «Электроника ВМ-12», и я погнал вместе с родителями в прокат видеокассет, который был недалеко от нашего дома, и взял себе трёхчасовую кассету с ужасного качества записью в первых фильмах об «Охотниках за привидениями». И вот тогда, посмотрев дома и внезапно осознав, что один из главных персонажей фильма, да даже главный сценарист этой истории Дэн Эйкрэйт, это тот самый Дэн Эйкрэйт, которого я много раз видел до этого в сериале «Пси-фактор», и я просто мне это... внезапно открыло глаза, я такой, нифига себе, Дэн Эйкрэйт придумал «Охотников за привидениями», да, он там написал сценарий с Гаральдом Ремисом, но чёрт возьми, он один из них, он его написал, это так круто! И вот после этого, когда мне удалось записать фильм на свой собственный видак год спустя, я прокручивал его практически, вот не преувеличиваю, ребят, каждый день, каждый день один, как минимум одну часть фильма я просматривал, и с тех пор первую часть в переводе РТР помню практически наизусть. А вот мультсериал «Настоящий охотник из-за привидениями» я оценил уже несколько лет спустя, когда мы наконец смогли посмотреть те самые записи с эфира 1993 года. 3 января 1993 года на телеканале Останкина впервые вышел мультипликационный блок под названием «Мультфейерверк», который в последующие несколько лет выходил строго по воскресеньям в районе 5-6 часов вечера. Этот блок явился некой заменой блоку, выходившему до этого по воскресеньям, который назывался «Волт Дисней Представляем», в котором показывали по 2 серии диснеевских мультфильмов. Изначально это были «Утиные истории» и потом «Чипа Дэйл», а в 1992 году это стали «Мишка Гами», и сначала они шли в паре с чудесами на виражах, а с середины года с новыми сериями «Утиных историй». И вот в начале 1993 года мультипликационный блок «Волшебный мир Дисней», как он стал называться с этого года, переехал на канал РТР. А на телеканале Останкина, ну, собственно говоря, на первом канале, показывали новый блок «Мультфейерверк», в котором транслировали мультфильмы не диснеевские, но тоже довольно известные. Ну, по крайней мере, известные за рубежом, а у нас они только-только появлялись. И интересный момент в том, что в некоторых регионах эти мультипликационные блоки накладывались друг на друга, то есть они шли одновременно. И многие реально негодовали по поводу того, что почему они сделали, типа, вечером в воскресенье в одно и то же время по одному каналу два мультфильма «Мультфейерверка», а по второму каналу два мультфильма из «Волшебного мира Диснея». В 93-м это были, насколько я помню, «Винни-Пух» и, возможно, «Утильные истории». Ну, может быть, они были позже, но «Винни-Пух» был точно. Так вот. И я в своем... Тогда еще практически, насколько мне было... В начале 93-м мне даже 5 лет не было, мне было 4 года. Я тогда вообще не читал телепрограмму, поэтому я даже не догадывался о том, что это вот такая вот некая конкуренция и надо еще выбирать, что смотреть. Я вообще очень плохо помню, когда я смотрел вот эти вот самые первые передачи 93-го года про Дисней и про мультфильм. Но что касается мультфильм, в 93-м году запустили в нем два мультсериала. Это «Каспер и его друзья», который шел первым. Ну, такие получасовые серии, в которых было по 3-4 мини-эпизода, сделанные, по-моему, еще чуть ли не в 50-х-40-х годах, про привидения Каспера и его друзей. Вот. А вторым в блоке шел, как ни странно, мультфильм, в котором главные персонажи ловили привидения и делали на этом мифимовый бизнес, который назывался «Настоящие охотники за привидениями». И этот мультсериал, как вы уже знаете, является эдакой мультипроизоляционной адаптацией фильма, но имеет ряд отличий. Во-первых, он... В нем гораздо больше призраков. Если, например, в фильмах было, ну... Что там, в первой части был «Главный Гозор», а в второй части был «Бига», да? То в каждой серии мультфильма показывалась отдельная история про поимку какого-то одного привидения. И во многих сериях эти привидения были, во-первых, очень... Ну, такие жутковатенькие. Вот. Во-вторых, они были очень... Такие суровые. То есть... Это были, знаете, как... Вот если можно считать, там, обычных призраков, которых ловите в игре обычными рядовыми врагами, да? То привидения, показанные в мультфильме «Настоящие охотники за привидениями», это были своего рода боссы. То есть поймать их было нефиговой сложной задачей, с чем охотниками за привидениями старались справляться каждую серию. Так вот, из того самого показа, который продлился в течение двух лет, самый последний блог с охотниками вышел в эфир 25 декабря 1994, и в эфир тогда вышла ровно 101 серия мультфильма, за все эти два года я вообще не могу вспомнить какой-то конкретной серии, чтобы я ее в детстве смотрел. Я вообще долгое время думал, что я именно охотников не застал. То есть я, наоборот, хорошо помню мой фильм про кота Феликса, о котором я рассказывал в выпуске для Вити Карасева. Я помню мой сериал «Баскетбольная лихорадка», вот отчетливо помню, как смотрел ее у подружки дома, и вот этих вот собак, играющих в баскетбол, я очень хорошо запомнил. А вот что касается охотников, я не помнил вообще практически ни хрена. Вот. И вот этот вот малюсенький комочек моих воспоминаний составляет только то, что, вероятнее всего, я застал третью серию мультфильма под названием «Миссис Роджерс Нейбергуд», в которой охотники за привидения пытались изловить демона Шито, которым очень успешно предвидовалась «Смелая старушка Божий Эдуванчик». Вот. И в конце этой серии этот демон вселился в Питера Вэнкмана, и в самом-самом конце пытался взять над ним верх, а Вэнкман сопротивлялся. И вот это выражение лица Вэнкмана, устрашающее одержимое, вот его я, скорее всего, помню. И подозреваю, что на тот момент мне же не было еще пяти лет, и я нифигу так пересрал, глядя на вот это вот безумное лицо Вэнкмана, особенно в тот момент, когда демона пытались из него вытащить, и Вэнкман схватился за голову и стошно вопил, вот это меня повергло, наверное, в детский небольшой шок. И поскольку я ничего не помню практически после этого о мультсериале, я подумал, что, наверное, по причине вот этой вот самой сцены я мультсериал и не смотрел. Ну, это я так думал, это мы сейчас еще до этого дойдем. Вот. И вы знаете, после того, как этот мультсериал закончился, на все последующие, ну, лет 10 точно, это был такой, эдакий, потерянный священный грааль. Ну, может быть, священный грааль это громко сказано, но потерянная жемчужина в мире мультипликации. Потому что, когда я стал интересоваться франшизой Охотника за привидениями, именно фильмами, видеоиграми, комиксами даже, вот, для меня именно нахождение и просмотр именно серии Настоящего Охотника за привидениями был вообще неосуществимой мечтой. То есть, это был тот мультфильм, который реально можно было считать забытым, вот на момент какого-нибудь 2003-2005 года, больше его по телевидению не показывали. Очень странно, что всего один был показ, хоть он продолжался целых два года, но больше его не было. Я даже пытался вспомнить лица Настоящих Охотников и помнил только вот вот это вот зловещее лицо Бэнкмана, но поскольку оно было очень страшное, зубастое, это было, конечно, его не настоящее лицо. О настоящих лицах я вспомнить не мог. И вот, а чтобы вы понимали, в 2005 году, ну, приблизительно, когда я стал интересоваться именно информацией об этом мультфильме, его, так сказать, гуглить, на тот момент в интернете вообще не было практически никакой информации о нем. Я сумел найти разве что список эпизодов на английском языке, которых было на самом деле целых 136 серий. Вот. А никаких фрагментов видео, какое видео, тогда еще диалаб был на всю, на всю катушку, на всю Россию. Ни никаких скриншотов из мультфильма я реально не мог нигде отыскать. И нифиговых трудов, я помню, мне стоило покопаться в англоязычном интернете и кое-как найти скриншоты, сделанные с ужасных VHS-рипов, ну, то есть, цифровок с кассет с канала Fox, на котором шел повтор этого мультфильма в Америке. И вот на этих скриншотах единственное, кого я реально смог как-то вот узнать, не то чтобы даже узнать, но вот изгинул на него, да, да, вот этот чувак был. Это Игон Спенгрер с его вот этой вот знаменитой завитушкой в волосах. Я не знал, что это Игон. Я понятия не имел, кто из них вообще кто. Кто такой Рыжий, Питер это или Рэй. Ну ладно, у Инстона было понятно, что это Уинстон, он черный, да. Вот. Но вот Игона, и Питера, и Рэя я между собой вообще не размечал. и мне просто было, блин, ну дико, дико интересно посмотреть, ну хотя бы одну серию. Но все было абсолютно тщетно. Повторов не было, записей не было, в интернете информации вообще ноль. И я понял, что это действительно самый забытый мультфильм из всех, и мне его, скорее всего, нифига не посмотреть. В отличие от мультфильма Экстремальные Охотники за привидениями, который на тот момент уже шел по нашему телевидению как минимум дважды. Но Экстремальные Охотники, это все-таки немного другая тема, мы о ней поговорим как-нибудь позже. Вот. Но в показе на ТВ он у нас назывался просто Охотники за привидениями. Вот. И когда я пытался найти какую-то информацию именно о мультфильме The Real Ghostbusters, я вообще не знал, как его называли именно в российском эфире. Вот тогда, в 93-м году. И просто перевел на русский язык название The Real Ghostbusters и получилось Настоящие Охотники за привидениями. Или Реальные Охотники за привидениями. И вот именно под этими двумя названиями я и пытался найти хоть какую-нибудь информацию о нем. И вот однажды, годика два спустя, вбивая в поисковик слова Настоящие Охотники за привидениями, я вдруг обнаружил словосочетание, совпадение словосочетания на одном форуме, на котором люди тоже вспоминали этот мультфильм, тоже искали. И я начал его шерстить, я начал с ними общаться. И вот тогда я познакомился с одной замечательной девушкой, которую звали Юлия. И она сообщила мне, что у нее есть кассета с двумя сериями мультфильма. И я очень сильно, я просто слезно умолял ее мне ее по почте прислать. Что она и сделала. Правда, она мне сделала копию и прислала копию. И вот, когда дожидавшись наконец эту кассету, трясущимися руками вставляя ее в видеомагнитофон, я мог ожидать увидеть все, что угодно. Но внезапно, самым первым мультфильмом, я увидел серию как раз таки по спетбольной лихорадки. И я тогда вообще прибалдел. Думал, блин, это же те самые собаки. Но об этом все равно в другой раз. Я так, я, конечно, посмотрел, я покайфовал, но сердце билось нереально до тех пор, пока я не увидел заставку мультфильма настоящей охотники за привидениями. И самое, что забавное для меня потом выяснилось, это то, что когда я видел начало заставки мультфильма, где вот этот вот, вот этот вот призрак с логотипа охотников таким ритмичным шагом по улице, я вдруг осознал, что я это видел и видел много раз. Я это видел, я это прекрасно помню. Я эту заставку, раскадровку этой заставки помню практически процентов на 50. И я такой, стоп, то есть я смотрел, то есть я ее не один раз смотрел, а даже не два, если мне вот этот вот призрак отпечатался в голове настолько сильно, но я и думать забыл вообще, что он там был. и глядя на этот вот логотип, идущий по улице, я понял, что нет, значит, не до конца я пересрал на серии Миссис Роджер Снэйбэк, вот, и меня очень-очень привлек этот мультфильм, и значит, я его продолжал смотреть, но я абсолютно нифига не помню из сюжетов о нем. И тогда я сделал вывод, что, скорее всего, я не помню его, потому что он был, ну, достаточно сложен, там было много теорий, много различных терминов, которыми общались охотники, и, возможно, я не мог уловить сюжет, и поэтому запомнил просто визуальную составляющую, может быть так. Ну, так вот, на этой кассете я тогда посмотрел первый раз серию из третьего сезона под названием «Big Trouble with Little Slimer», где Лизун уже был таким, неотъявленной частью команды охотников за привидениями в третьем сезоне. Вот, и вот именно тогда я впервые услышал за много лет этот самый дубляж, который сделали на ТРК Останкина, и просто он великолепен. Дубляж настоящих охотников за привидениями был подготовлен телерадиокомпанией Останкина наряду с другими мультсериалами, транслировавшимися в то время. Всего в озвучании 101 серии было задействовано 16 актеров, шестеро из которых были неизменными Александр Воеводин, Борис Кумаритов, Сергей Чурбаков, Александр Клюквин, Людмила Гнилова и Наталья Гурзо. Режиссером дубляжа была Тамара Верченко, а работа по записи велась с конца 1992 года по 1994. Перевод мультсериала на русский язык был выполнен качественно, но имел свои особенности. В частности, фамилия доктора Питера Вэнкмана претерпевала некоторые изменения на протяжении первых серий и поначалу звучала как Уинкман, но впоследствии персонаж получил окончательный вариант Бэнкман, как его и величали до конца мультсериала. А призрачного питомца охотников Слаймера, что переводится как Слизняк, именно в дубляже ТРК Останклина впервые назвали Лизуном, что закрепилось за ним на все остальные русские версии франшизы. Поскольку телеканал Останклина закупил права только на один показ мультсериала, по его завершении в декабре 1994 года русская версия была демонтирована и в эфир больше не выходила. А следующий повторный показ настоящих охотников за привидениями на российском телевидении состоялся только 16 лет спустя. в 2010 году на канале СТС в новой версии дубляжа, в какой и транслируется по сей день. Черт возьми, как же было охренительно круто услышать в Охотниках столь полюбившиеся и запомнившиеся голоса с самого детства по другим мультфильмам. Блин, за Игана Спенглера говорил Борис Кумаритов, которого я очень хорошо помнил по дубляжу Толстопута в Чиппейдейле. За Питера Бэнкмана говорил Александр Ваеводин, который озвучивал дядюшку Скруджа в поздних сезонах мультфильма «Удинная история». А Александр Клюглин, который дублировал Уинстона с Эдмора, это же вообще половина ролей, ну, ладно, четверть всех ролей в дубляже мультсериала «Черепашки ниндзя». Это тот самый сумасшедший голос Биба по этой хорюкающей, это же все он. И вот услышать их всех вот в этом ампуа, черт возьми, я вот после этого просто влюбился в этот мультфильм и влюбился в этот дубляж. Но, к моему огромному счастью, на кассете была записана не одна серия, а еще полторы, то есть всего их было две с половиной, да, я не шучу. Второй была записана, предпоследняя серия, показанная у нас, это серия пятого сезона «Three Men and Egan», в которой Egan необычным образом уменьшился, превратился в младенца, и трое остальных охотников за ним постоянно бегали, оберегали всяких неприятностей. Вот, и последним таким куском на кассете был записан фрагмент серии, единственной серии из второго сезона на этой кассете, которая называлась «Roller Goster». Но, вообще, чтобы вы понимали, показе «Настанки» вообще не показывали и не озвучивали название серии, название серии все нам идентифицировать приходилось уже потом, по ходу дела. Так вот, именно благодаря вот этому вот фрагменту, ну, не знаю, примерно, может быть, две трети серии были записаны, немного не сначала, немного не до конца, но именно эти две трети серии мне позволили оценить мультсериалы «Остоящие охотники с поведениями» именно с точки зрения юмора. Вот, именно юмор в этой серии просто офигенный, я над ним ухахатывался. Например, по сюжету в этой серии, ну, как я его понял тогда, дело происходило в парке аттракционов, в котором призраки захватили все аттракционы и соорудили из них некоторое подобие огромных животных, ну, потому что это были призраки умерших животных. И когда охотники приехали на место, вот, самый прикол было наблюдать то, что они приехали и думали, блин, а что нам со всем этим делать? То есть, мы не можем этих призраков поймать, потому что они не выглядят как призраки, это просто огромные металлоконструкции, одержимые каким-то непонятным разумом, да? Вот, и Рэй такой на морозе выступил и говорит, да все элементарно, сейчас я просто пойду на переговоры, может быть, я договорюсь и смогу освободить людей, которые попали в ловушку в этих самых аттракционах. И в этот момент посмотреть, как стоит рядом Уинстон и просто вот так на Рэя смотрит и говорит, дурень, 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 блин, это было вообще как так угарно, я просто катался вот с этого момента, и это был не единственный момент в серии, реально, вот, если брать реально вот расстановку по сезонам, первые два сезона мультфильма, они просто великолепно написаны в плане юмора. С каждым последующим мультсериал уже становился более-менее детским, то есть он был все больше для аудитории помладше, помладше, помладше. Вот, например, если сравнить первые серии мультсериала, которые у нас показаны были, где практически в каждой серии главный призрак, который пытались изловить охотники, то есть вот просто пересчитать каждого, там, домовой, например, бугримен, песочный человек, Сэм Хейн, который повелитель Хэллоуэна, тот же самый демон Шитоа, о котором я говорил, вот реально у них у всех была какая-то своя предыстория, и именно показывалось, что они как бы не хрен с горы, то есть они реально могут там убить дофига людей, если их не остановить, они огромных размеров, они жутко устрашающие, и надо с ними что-то делать, вот, то вот если, например, сравнивать этих призраков с теми, которые были в четвертом, пятом, третьем сезонах, они уже, ну, такие более не особо страшные, не особо прописанные в плане истории, но, конечно, были свои исключения, вот, например, если взять призрака, которого звали Митрах, в одной из серий четвертого сезона, который вообще выжигал все на своем пути, оставлял за собой безжизненной пустыни и непреодолимо направлялся к Нью-Йорку, это было довольно, да, довольно впечатляюще, но сама предыстория именно призрака, она вот, именно его облик, он не был настолько выразителем, настолько именно запоминающимся, то есть запоминались именно наиболее криповые призраки, вот серия про Буглимена вообще, я считаю, одна из самых лучших, вот, и поэтому вот просветывалась вот это вот облегчение сюжета, более адаптирование его для аудитории помладшего, например, Лизуна в четвертом сезоне вообще поставили чуть ли не на передний план, кстати, мультсериал так и назывался, Slimeer and the Real, Ghostbusters начиная с четвертого сезона, потому что Лизун уже в четвертом сезоне стал чуть ли не главным персонажем, он был на передних полях везде, вот, но вот и просто если говорить относительно юмора, относительно всего реально первые два сезона, они гораздо более запоминающиеся, гораздо более смешные, гораздо более прописанные, лучше, вот, но если, например, вспоминать наиболее прикольные, юморные эпизоды, то я просто не могу не упомянуть серию второго сезона, которая называлась The Devil to Pay, в которой охотники поучаствовали в этом телешоу, ведущий которого прикидывался, ну, таким типа дьяволом, да, то есть у него был такой образ, а потом оказалось, что это телешоу, все постанова, это настоящий мелкий бес, и игра между зрителями была не на призы, она в собственной жизни, и он в конце этой серии, когда он заковал охотников на огромной рулетке и сказал, что типа, если каждый из вас сейчас, если один из вас не признается в самом-самом мерзком своем деянии за всю свою жизнь, которого он стыдится, и о котором хочет, чтобы никто никогда не узнал, если ему хватит смелости в нем признаться, я вас отпущу, и вот послушать, что тогда, в чем признавались охотники на этой самой рулетке, это было просто, ну, я не знаю, это, ну, в общем, смотрите сами. Душераздирающая история, но это не то, простите, следующий. Ладно, ладно, достали вы меня, на прошлой неделе Жанин принимала душ и, а, ты подглядывал? Нет, но я подослал везуна и сказал, что у нее в купальной шапочке пончик. Увы, не то, думаю, остались считанные секунды, прежде чем шарик соскочит и убьет одного из вас, но быстрее. В колледже я даже получил пять с минусом, родители со мной не делить не разговаривали, и вы бросите в него шар. Увы, нет доказательств, а время вышло, сейчас он полетит. Ладно, я вынужден признаться, Лизун однажды съел пол булочки, а вторую половину обмусорил, а я ее доел. Я... О, это нерзость, парень. Ну, теперь вы понимаете, почему я молчал. Забудь об этом, Рэй. То есть вы поняли, да? Я не могу сказать, конечно, что к концу мультсериала он стал не смешным, вовсе нет. В поздних сезонах, показанных у нас, тоже были многие забавные приколюшки, например, та же самая предпоследняя серия Three Man and the Egan, где Иган превратился в младенца, там тоже Питер откалывал прикольные номера, и это было забавно. Вот. Но все-таки, конечно, некоторые сюжетные линии упрощались. Вот, например, в последних трех серий пятого сезона, которые у нас показали последними, вернее, первые серии пятого сезона, у нас их показали последними сериями всего мультсериала. В них появился персонаж из фильма, тот самый Луис Талли, с которым, как вы помните, во второй части начала затирать Жанин вместо Игана. То есть, если, например, мультсериал изначально выходил на тот момент, когда вторая часть еще не вышла, и поэтому вот это вот замечательное, офигенная просто романтическая тема между Жанин и Иганом из фильма, которая была там великолепно обыграна, она была перенесена в мультсериалы. Постоянно во всех, во многих сериях, которые мы видели, Жанин постоянно оказывает Игану значим внимание и постоянно к нему пытается подкатить. Вот. А вот, когда вышел второй фильм, сиквел Охотинка и за приедениями 2, там внезапно Жанин запал на Луиса, и Иган уже как бы остался не при делах. Вот. То вот, если это было так в фильме, то вот в мультсериале как раз-таки эту линию не раскрыли. То есть, Жанин все еще осталась предана Игану, а Луис вообще, наверное, я не знаю, может быть, в оригинале он не так воспринимался, но вот именно из-за того, что в нашем дубльже его озвучивала Светлана Харлам, мне лично казалось, что ему от силы лет, ну не знаю, ну 14-15, то есть, ну куда ему как бы, да, встречаться с Жанин, он еще ребенок, черт возьми, тем же самым голосом говорил Чахи из мультфильма Охо, из мультфильма Охо, эти детки, и поэтому мне как-то невозможно было его представить вот того возраста, которого он был в фильме. Вот, ну я не знаю, к лучшему это ли, к худшему, наверное, все-таки к лучшему, учитывая, что самая офигенная серия, в которой отношения Ингана и Жанин достигли апогея, которая называется Жанин You've Changed из 6 сезона, к сожалению, она не была показана у нас в те времена, вот, в этой серии очень интересно раскрывается вся эта линия, и я очень советую вам ее посмотреть, тем более, что в Брюже ее найти уже можно. Ну так вот, я немного отрекся от темы поиска мультсериала, учитывая, что 2,5 серии, записанные на кассете Юлии, конечно, не покрыли моего просто взлетевшего до небес интереса к этому мультфильму, и к моему счастью, и к счастью многих поклонников, настоящих охотников, которые именно тогда вместе со мной шерстили интернет и искали этот мультфильм, команда форума ghostbatsonsflybb.ru, в которой я впоследствии тоже состоял, сумела найти практически все на тот момент показанные серии мультфильма на Астанфина, оцифровать их и выложить свободный доступ. Дело в том, что все это закрутил мой хороший друг Владислав Чистяков, который известный под нитом Пугик, именно он открыл этот форум, он его раскрутил, тогда он еще, правда, назывался fanforum.ru, вот, именно он договаривался со многими обладателями видеокассет, на которых они же записывали этот мультсериал десяток лет назад, именно он их получал, оцифровывал и выкладывал нам на нашу радость. Так вот, за вот эти вот два или три года, до года 2010-го мы занимались поиском этих кассет, это было просто волшебное время, вот, когда казалось, что мультсериал абсолютно утерян, абсолютно забыт, и вдруг он начинал вот так вот по крупицам появлялись все новые и новые серии в русском дубляже, и ты мог новую историю увидеть, поугарать с юмора в этих историях и послушать те самые голоса полюбившегося дубляжа вот так вот по крупицам в течение нескольких лет, это было совершенно волшебно, это офигенно, и я очень рад, что я тоже стал частью вот этого вот проекта, и мне тоже кстати ребята присылали видеокассеты на оцифровку, вот, например, несколько штук у меня сохранилось до сих пор, вот такими были эти видеокассеты обычные трехчасовые или четырехчасовые ТДКшки, Голдстары, Панасонинки, на которых вмещалось порядка 8-10 может быть серий мультфильма, записанные в разные периоды, вот именно на этих кассетах сохранился тот самый дубляж, и благодаря именно этим кассетам удалось его хотя бы привести в божественный вид и показать всем, кто интересуется. Кстати, забавно, здесь на кассете даже подписанные кем-то были описания серии, поскольку название серии никто не знал, здесь просто написано, что в сериях происходит, вот, например, Иган-привидение в ином мире Питер в шоколаде, это, видимо, серия Иган's Ghost, где Иган превратился в привидение, или вот та самая серия, игра Абгони черта Дэм Дэблин, вот Дэм Дэблин так и звали ведущего этой игры, она называлась Абгони черта. В общем, я просто кланяюсь в ноги всем тем, кто записывал этот мультик в те времена, и что он поделился такими дорогими кассетами вместе с нами. Но, кстати, когда мы их цифровали, на многих из них качество видео было очень плохим, и резко стал вопрос о том, как бы обновить хотя бы видеоряд, потому что в записи были многие очень фигового качества, главное ведь было звук, но видео на некоторых было либо черно-белое, либо с помехами, и было это не очень приятно смотреть. И вот как раз наше счастье опять же в том самом 2008 году в Штатах вышел огромный DVD-комплект мультсериала, который так и назывался The Real Ghostbusters Complete Collection, который включал в себя абсолютно все эпизоды мультсериала в DVD-качестве, плюс все эпизоды спин-оффа про Лизуна, которые у нас опять же не показывали, но было очень интересно. Вот, и самое главное он даже включал в себя никогда не выходившую в эфир четырехминутную пилотную такую рекламную версию «Охотников», в которых они еще были немного в отличающихся костюмах, немного с другими лицами, но очень было круто посмотреть, как их представляли создатели именно на начальном этапе разработки. И вот тогда, когда этот комплект впервые появился на ebay году в 2009, я понял, что я просто обязан его купить, потому что для меня невероятно зафанатевшего мультсериала «Настоящие охотники за привидениями», такая штука, в которой будет абсолютно полное собрание всех серий, такие просто офигительные стилбуки, пять томов на несколько дисков, вот посмотрите, как они выглядят. Это будет не то, чтобы даже украшением моей коллекции, именно фаната «Настоящие охотники с привидениями», но это просто необходимая совершенно деталь для того, чтобы создать для себя тот самый комплект мультфильма, наиболее полный, наиболее качественный, который только возможно. И вот это была в принципе моя самая первая покупка на ebay, потому что до этого я ничего не заказывал за рубежом, и когда она мне пришла, я был безумно рад, и сразу же моментально сел за синхронизацию русского дубрижака с ходником с этих самых дисков. Вот, и хоть это была моя первая большая покупка, связанная с настоящими охотниками за привидениями, но отнюдь не последняя. Однажды я даже не удержался и заказал себе там же на ebay вот такую вот штуку, просто нереально крутую. Это настольная игра, официально выходившая в Америке и в Европе по мотивам настоящих охотников за привидениями, которую на самом деле очень весело играть и сейчас, и я очень надеюсь, что когда-нибудь с кем-нибудь из моих друзей, когда соберется человека 3-4, мы сможем ее разложить и даже показать вам, поэтому, если вам опять же будет это интересно, пишите в комментариях, мы обязательно это сделаем. Но, как видите, мои вот эти вот моя привязанность к мультсериалу про настоящее охотник за привидениями не ограничивается одним лишь мультфильмом. Я также играл видеоигры на их основе и настольные игры, даже которые были сделаны у нас в России. К моему удивлению, охотники за привидениями в 90-е годы были очень популярны у нас, несмотря на то, что их показывали всего однажды, выходили как настольные игры, так и выходили даже книги, одна из них даже есть у меня, но я боюсь ее читать, этот кроссовер кошмара на улице Вязов и охотников за привидениями продавались различные наклейки на основе мультсериала, к сожалению, не продавались комиксы, очень много было комиксов про охотников за рубежом, но у нас все дело ограничилось только лишь мультфильмом. Но так было опять же тоже недолго, потому что в 2009 или 2010 как раз тогда, когда мы собрали все серии, выходившие в русском дубляже на Останкино, по телеканалу СТС возобновили показ этого мультсериала, но уже, к сожалению, в новом дубляже и показали за пару лет абсолютно все эпизоды, в том числе, которые они показывались у нас. Но лично мое мнение, если сравнивать самый первый дубляж 1993 года и сравнивать тот, который вышел через 16 лет после, вот мне было достаточно, знаете, только одного фрагмента. Это во второй серии мультфильма под названием Киллер Ват про привидение, которое умело контролировать электроэнергию, был такой момент, когда охотники за привидениями очистили от призраков магазин, типа супермаркет, и в нашем русском дубляже Питер Вэнкман крикнул, когда вышел из магазина, крикнул покупателям «Все за покупками!» А вот когда я посмотрел этот фрагмент в дубляже на СТС, он вышел к людям и сказал «Продолжайте шоппинг!» И вот тут я понял, что, черт возьми, я, походу, устарел. Я, вот в этот момент я понял всю разницу между подходом к старому дубляжу и подходом к новому. Это естественно, прошло 15 лет как минимум с момента первого показа, поэтому это неизбежно и это сейчас так везде. И я очень рад на самом деле, что именно в этот Новый Год, ведь Новый Год же наступил, ребятки, что именно в этот Новый Год я сумел представить всем интересующимся мою работу по мультсериалу «Настоящие охотники и запретениями», над которой я работал три года и вот как раз только закончил. Это полная реставрация звуковых дорожек дубляжа Останкина, которые до сих пор были многие в очень плохом качестве, во многом из-за того, что в те времена мы цифровали это не на самом лучшем оборудовании и у нас просто не было опыта, так вот, благодаря тому, что удалось отыскать много исходников на видеокассетах, я решил заморочиться и последние годы работал над оцифровкой и обработкой этих серий. И вот в этот Новый Год я с друзьями представил релиз, полный релиз мультсериала на ресурсе rotraker.org, в котором любой интересующийся этим мультфильмом, в частности дубляжом, может его скачать и сохранить себе уже навсегда в своем финальном виде. Я сделал действительно все, что мог, но я очень рад на самом деле тому, что получилось, потому что качество звука практически у 95% мультфильма стало гораздо лучше, чем было. Поэтому, если вам тоже интересно, если вы тоже, как и я, 10 лет назад шерстили интернет в поисках серий настоящая охотника с блюдением на русском языке, милости прошу ко мне в раздачу на релизе, ссылка, конечно же, в описании к этому видео. Приятного вам просмотра, я буду очень рад, потому что это работа, которой я посвятил очень много времени, надеюсь, сделал ее качественно. Вот, ну и на этой ноте мне осталось только поздравить вас, друзья, с наступившим 2019 годом. Я очень надеюсь, что в этом году у нас с вами будет много интересного, много ностальничного, много веселого. Я надеюсь, что вам еще будет что вспомнить, а мне будет что вам рассказать. И я, как всегда, буду ждать вас на своем канале Квиномании. Это был пробный выпуск проекта Multimemories. Надеюсь, выпуски будут продолжаться. Все зависит от вас. А с вами был Квиноман. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok